Программа наша продолжается, и мы встречаем нашего первого на сегодня гостя. Это Наталья Пальчик, директор кризисного центра «Верба». Доброе утро, Наталья. Сегодня будем говорить на тему буллинга. Мы знаем, что есть акция, но прежде чем говорить об этой акции, которая у вас сейчас проходит, давайте вообще поймем, буллинг – это травля ребенка. Да, это система, опять же, насильственного поведения в отношении какого-то конкретного ребенка, группы лиц. И очень важно, чтобы отличить буллинг, например, от конфликта в школе, важно понимать, что всегда силы неравны. То есть тот, кого травят, его травят группой, его травят системно, и он всегда испытывает либо психологическое, либо физическое насилие. Скажите мне, пожалуйста, это стало более массово, или просто раньше об этом не говорили? Потому что, мне кажется, во все времена эти истории были, когда был классик. Это было, да, но терминология буллинг не так давно вошла в наш обиход, и мы как-то определили, а что это такое. Раньше это называлось травля. Ну, я имею в виду, что раньше тому так много внимания не уделяли. И она сейчас, если русским словом называть, травля, да. Конечно, ну, она, конечно, была. Конечно, любая формально организованная группа, будь то армия, школа или какие-то другие группы, где люди не по интересам собрались, мы не на гитаре играем, не какие-то другие общие у нас интересы, мы вынуждены находиться в этом сообществе. Поэтому здесь вступают в силу всякие групповые процессы. И если где-то, ну, вот, трещину дало воспитание или ситуация в школе, то мы увидим картину с буллингом. Итак, есть в социальных сетях хэштег «Мама – это буллинг», да, все это слит на «Мама – это буллинг». Там вся информация на эту тему. То есть как правильно действовать? Ну, мы ее стараемся размещать. Понятно, что это длительный процесс. Это скорее не акция, скорее проект, который мы с прошлого года взяли, и мы его ведем. И сейчас вот три пилотные школы, в которых мы прямо эту программу будем. На каком этапе родители должны запереживать, насторожиться? Вот как мы понимаем, что это действительно травля? Не какой-то разовый конфликт, да, там, ну, пускай даже затянувшийся на три дня? Значит, системность. Основной ключевой момент, который должны увидеть родители – изменение поведения ребенка. Если раньше он ходил в школу, ну, да, там дети, мало кто говорит, что он прямо с большим интересом в школу бежит, да, но прямо не хочет ребенок идти, придумывает способы, начинает заболевать постоянно, что-то еще происходит, он не приходит в школу. Если там физическое насилие, то мы видим, что у него постоянно, то пропадают какие-то предметы, то у него там рваная одежда, то что-то еще происходит, ну, там синяки, в конце концов. То есть вот это должно, конечно, это крайнее проявление. Но первое – это изменение поведения ребенка. Вот, например, травля в сети, например, когда бывает, да, то есть все время она зависала в соцсетях, там что-то постила каждые 30 минут, вот, а сейчас мы видим, ее нет, она не выходит, не подходит к компьютеру, то есть что-то происходит, поменялось стереотип поведения ребенка, и это должно родителей насторожить. Угу, понятно. Хорошо. Родитель выяснил, что это происходит с ребенком. Какие первые действия должны быть? Очень важно понимать, что нельзя оставлять это просто так. Ребенок не справится один, потому что он один, а это группа. И если никаких третьих лиц сюда не вмешивается, ну, крайне сложно выжить. Конечно, есть выжившие в этой истории. Кто-то вспомнит свое школьное прошлое, может сказать, что да, меня отравили, но ничего, я же окреп, там, человеком вырос. Мы можем говорить о том, что он мог бы вырасти еще более хорошим человеком, не травмированным так сильно этой истории. Поэтому, конечно, нужно вмешиваться в эту ситуацию, надеяться, что она там сама рассосется. Службы примирения, медиации в школе существуют, они в случае буллинга тоже не работают. Это неравная сила. Мы не можем договориться, какие конфликтные интересы у нас присутствуют, и как это примирить. Поэтому это должно быть действие, организованное в школе. В первую очередь школа отвечает за безопасность, психологическую безопасность, в том числе ребенка. Поэтому с классным руководителем первый контакт у вас должен состояться. Что происходит? Я вижу вот такие признаки. Как вы там, учительницы, на это смотрите, что происходит? Если вы видите понимание контакта, школа начнет свои механизмы задействовать и выяснять, что происходит. А необходимо ли до того, как начнутся какие-то механизмы работы уже с детьми, просто ограничить доступ ребенка к школе, чтобы он не ходил и не получал очередную порцию травли? Нет, если вы четко понимаете, что да, ситуация с травлей связана, если тем более там какое-то физическое насилие, безусловно, вы ребенка выводите из школы, из ситуации с самой буллингом, конечно. Конечно. Но если там какие-то более-менее еще пока начальные стадии и нет такой тяжелой истории, то это можно решить в ситуации класса. Когда вы с этим работаете, вы наверняка замечаете, что у детей жертв вот этого самого буллинга, может быть, есть какие-то особенности поведения одинаковые? Ну, условно говоря, их не научили себя защищать. Им не объяснили, что если тебя обижают, надо давать сдачу, а не подставлять вторую щелку. Вот специфика в том, что нет. Того, кого травят, в принципе, может быть, любой. Отличник ты, спортсмен. То есть там не выделяется? Нет. Конечно, наверное, есть вещи, которые... Ну, где-то нарушение коммуникации может быть присутствует. Он сразу мог бы кому-то пожаловать, или у него нет друзей, близких каких-то, которые бы за него вступились в этой ситуации. Что-то здесь будет, да, но все-таки назначают, ну, как бы, жертвой. Это системная ситуация. И тот, кто травит, и тот, кого травят, они могут меняться. Вы сегодня ребенка вытащили из класса. В этом классе найдется другой ребенок, который был просто свидетелем, его назначат жертвой. Поэтому вот здесь именно системная работа с классом, она очень важна. Полицию нужно ли задействовать в этом случае? Ну, в случае, если там есть какие-то уже тяжелые формы, то, конечно, нужно задействовать полицию. Но в первую очередь в школу с классным руководителем. И если складывается ситуация, что классный руководитель не реагирует. Просто я несколько раз слышала такие истории, когда особенно молодые учителя, которые еще сами вот только институт закончили, и, видимо, может быть, даже сами в свои силы не верят, они самоустраняются. Они говорят, ну, дети должны разбираться сами. Да-да. Ты же мужик, ты должен научиться разбираться с конфликтами. Ну, ну, там как-то, да. И вот в этой ситуации, я так понимаю, ну, к директору хорошо. Если директор говорит, тоже пусть разбираются сами. Какой механизм? Вот этот алгоритм есть. То есть вы приходите к педагогу, если вы не видите понимания каких-то совместных действий, совместного плана действий у вас не появляется, вы идете к директору, говорите, что вообще-то это ответственность школы, разрешить эту ситуацию. Если и там вы не находите понимания, все говорят, что нет, да нет, они должны там как-то сами научиться выживать, то дальше у вас следующая ступенька управления образованием, полиция, перевод ребенка в другую школу. Мне кажется, есть еще одна такая большая ошибка у некоторых родителей, которые самостоятельно начинают выяснять отношения с подростками, да, то есть не задействуют административный ресурс. Эти ноги оттаргут, да? Да-да, если ты еще раз моего, я тебя, а там уже другой родитель может присоединиться. И у нас будет ситуация. Ну, то есть этого категорически делать не нужно. Нужно идти через класс, через школу. Вы не знаете всю специфику, что происходит. Вы не знаете эту группу. И конкретно тот, кто травит, то у него тоже там свои механизмы, почему он это делает. Нужно работать с группой, а родители в этом случае здесь не работают. Хэштег «Мама – это буллинг». Еще больше полезной информации в Инстаграме. Заходите по этому хэштегу, почитайте, что это такое, как с этим бороться, как распознать эту ситуацию. Да, спасибо огромное. Мы говорим нашей гостей. Наталья Пальчик, директор кризисного центра. Верба. Сегодня мы поговорили о травле, о буллинге. Будьте внимательнее к своим детям. И, конечно, правильно действуйте в случае, если такое происходит с вашим ребенком.